всем большой привет дорогие друзья дорогие рукодельницы сегодня у меня вязальные дела несмотря на такую жару у нас 31 градусов наверное в тени но на солнце точно уже больше несмотря на такую жаркую погоду я вижу сегодня у меня вязальный день хочу с вами поделиться это мой процесс который которым я уже делилась спицы да у меня в работе спицы и хлопок и полухлопок в работе и это уже передняя половинка спинку я закончила вязать покажу вам но сейчас хочу заострить внимание на процессе который только что только что горяченький зародился у меня сегодня процесс покажу вам пряжу тоже хлопок тонкий но не совсем уж такой тонкий вот такой цвет красивый какой-то малиновые розово-малиновые и это пряжа была у меня в запасах уже очень давно вот такая семеновская пряжа вот такие у меня моточки еще есть в запасах что это за пряжа это стопроцентный хлопок в 100 грамм 430 метров рекомендуется спицей крючок 22 с половиной и так и и цвет еще цвет друзья где стоит а вот цвет цвет это очень такой длинный номер вот кому интересно вот цвет вот такие у меня вязальные происшествия друзьям зародился этот процесс не просто так идея была в голове конечно и я начала думаю пока не отложу свой спицный процесс и попробую что из этого получится в общем купила я себе юбку длинную максимум такую в длинном в пол юбку с разноцветными цветами то есть она очень яркая с большими цветами разными и расцветка очень яркая все цвета присутствуют в том числе и вот такой цвет да вот оттенок или цвет вот мне нужна подходящая футболка или топ или что-то в общем под эту юбку так как с этой юбкой в комплект вообще то есть кроп топ но он очень короткий то есть там область живота полностью открыта и я конечно от с открытым животом носить не буду эту юбку надо что-то такое подходящее решила что свяжу крючком себе сама крючком так как у меня была вот такая пряжа в запасе и мне показалось что она хорошо будет подходить к этой юбке в общем друзья что получится не знаю в любом случае хочу немножко модель приблизить к оригиналу модели этого crop top а то есть вверх там пышно там очень много складочек такие рукава тоже пышные вот сейчас я вам вставлю фотографию вы увидите да и поймете мне пришлось сделать так как мне показывает интуиция я набрала на спицы на крючок номер шесть в два сложения цепочку примерно 100 петель у меня ушло на цепочку замкнула в круг и давай пошла вывязывать в круговую поворотными рядами правда я вижу туда обратно то есть поворачиваю вязание потому что фактура мне больше нравится когда я вижу поворотные ряды в крючке они по кругу полностью по лицевой стороне и давай вот туда обратно вывязывать просто столбик с накидом здесь идет круги в первый круг первый ряд это были полустолбики во втором ряду я в каждом увеличила петли в два раза то есть из каждой петли я вывязывала два столбика увеличила вязание и давай вязать туда-обратно поворотными вязами на рядами провязала я 12 значит у меня после в третьем ряду 1 2 3 ряд столбиков это рельефные столбики как вы видите у будет вырисовывается линия этой столбики рельефные после рельефного ряда потом идут просто столбики и до простые столбики и затем уже один два три четыре пять в шестом ряду вот он шестой ряд я снова прибавила петли столбики в каждом втором вот вы видите здесь в одну-два потом из одного столбика один следующий из одного-два и так через один столбик я прибавила еще петли и тем самым у меня увеличилась полотно каков будет результат я с вами обязательно поделюсь пока что на вот таком этапе сейчас буду продолжать вязать дальше как вы уже поняли да здесь круглая кокеткам возможно или вставлю резиночку или шнурок или же это будет как со спущенным плечом изделия с плечами со спущенными плечами в общем это можно регулировать с помощью шнурка или резинки здесь у меня будут вот такие собранные рукава это я уже знаю но уже от области там где грудь под грудью там уже будет идти просто напрямую то есть полотно все покажу вам так сейчас я буду продвигать дальше и хочу уже сегодня хорошо про дорогие рукодельницы всем привет еще раз сегодня уже следующий день и я хочу поделиться с вами продвижениями по своему новому горячему процессу у нас не только горячая погода на улице сегодня серьезно так жарко уже давно не было до 40 градусов вот но у меня сегодня не купалки не бассейны у меня сегодня вязание сижу дома в прохладной квартирке и вижу продвигаю свой процесс потому что завтра уже на работу и хотелось бы его довязать так вот такие у меня продвижение что и как я вам уже говорила до вчера я вам показывала что у меня был провязан несколько рядов было уже провязана то есть я набрала цепочку из воздушных петель примерно 100 петель у меня если я не ошибаюсь я посчитала сто сто две петли так после цепочку цепочку замкнула в круг провязала первый ряд столбики полустолбики и затем в третьем ряду во втором ряду уже вязала столбики с одним накидом и прибавляла петли петли я увеличила в два раза из каждого столбика я провязала два из одной петли основания два столбика с одним накидом и тем самым увеличила свою рюшу вот эту всю кокетку в два раза затем в пятом ряду вязала поворотными рядами столбиком без накида столбиками с накидом поворотными рядами но в круговую так провязав четыре ряда в пятом ряду снова сделала прибавки чтобы еще в области груди и больше в общем больше придать объемности я решила прибавить еще но уже не в два раза а через столбик я прибавляла в пятом ряду через столбик вот здесь это очень ясно видно видите вот если я поверну вот так вот вязание вот вам этим видно прибавки два столбика с одного основания один столбик 1212 и так весь ряд до конца за исключением спинки на спинке я специально вот это у нас передняя половинка на спинке я прибавки не делала на спинке в пятом ряду я прибавки не делала я просто там где у меня вот начинается проходит шов там это видно не шов знать шов где я делаю повороты место замыкания там я вот этого места от шва я просто в пятом ряду провязала петли дальше но я это делала на глаз потому что я знала какое-то определенное количество петель пойдут на спинку и примерно вот это количество петель я просто провязала без прибавки а уже далее я делала прибавки через один вот это что касается прибавок девочки вот у меня такие вот вот такая вот воздушность полотна получилась вот такая вот фактура я сделала в общей сложности 3 рельефных 3 рельефных средам вот они которые выпирают до полосы это просто рельефные столбики провязаны поэтому выглядит так фактурно немножко придала фактуры да так как узора нет просто столбики с накидом так после того как я вывязала рюшу 12 рядов высотой вот это рюша она 12 рядов высотой я намерила ее на себя чтобы определиться сколько петель то есть отделить до рукава от спинки и переда намерила на себя примерно взяла маркеры прикинула сделала бы так зажимы прям на себе сделала зажимы посмотрела а примерно повесила маркеры сняла вот так вот примерно я делала примерки потом конечно читала ровное количество столбиков на рукава на рукава у меня ушло по семьдесят восемь столбиков и на второй рукав да то есть рукава семьдесят восемь и остальные петли поделила на перед и спинку на спинке у меня на примерно на восемь столбиков меньше или на десять это я все делала на глаз друзья я не подсчитывала столбик за столбиком так как полотно очень большое очень много я просто я как говорю вот методом пример 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 примеряю за заметила там где ну мне нужно на рукава вот как полотно к крюшке висят вот она прям напрашивается если вы делаете примерку она так висит прямо делайте на те места там где вы видите ага здесь могут быть рукава здесь может начинаться уже как бы для передней половинки я не подсчитываю это все досконально я просто делаю делила с помощью примерки если вы вам легче все подсчитывать да вот вы не можете примерно там как бы на глаз связать то пожалуйста что подсчитывайте все столбики делите на три части общее количество петель поделить на три части это как в принципе реглана до классического и вот в этом случае здесь очень много петель так как у меня складки и при равномерное количество нужно дать на рукава потом на перед и на спинку но на перед как говорится я дала больше петель да вот чтобы на спинке не было слишком густо и не слишком много складочек здесь ну как не обязательны я так всегда делаю обычно если что-то вижу у меня на спинке всегда немножко меньше петель чем на передней половинке так вот что касается прибавок вот что касается как я поделила потом после того как я поделила петли я начала со спинки там где у меня был шов вот я начала вязать ряд под спинку провязала спинку дошла до рукава сделала 7 воздушных петель дала на подрезы затем стала вывязывать переднюю половинку и вот дошла до следующего рукава набрала 7 воздушных петель и уже очутилась снова на спинке да то есть соединяем подрезы про соединяем дужку вывязываем разрезы подрезы и так далее так в первом ряду конечно вы видите да как я это сделала я снова убавила петли вот в первом ряду когда я провязывала по спинке первый ряд я две петли то есть два столбика провязывала с общей вершиной вот видите два столбика общая вершина два столбика общая вершина и тем самым я убавила петли так вот здесь я пропустила один столбик а два столбика общая вершина и так далее вот тем самым как по спинке так и по переду вот так вот у меня автоматически вышла такая ширина которая мне нужна регулируем ширину вам удобную или подходящую если вы хотите более приталенное изделие то убирайте значит столько петель сколько вам нужны но не забывайте на свободу облегание еще оставить оставить место и выполнить подрезы именно подрезами вы можете регулировать вашу ширину вот пояса талии так но я конечно сейчас буду вывязывать дальше длину которая мне нужно примерять смотреть сильно длинная на у меня не будет тоже укороченная модель ну как раз до пояса юбочки такую модель бы я порекомендовала для любителей вот таких объемных моделей для любителей романтических таких рюшек складочек но именно рюша здесь не присутствует здесь можно сказать больше как бы воздушная такая модель до объемная и я думаю на любой возраст девушки девочки женщины которая может это ну как бы любит это носить презентировать то это может каждый для себя связать еще хотела сказать что вверх изделия я буду регулировать резиночкой здесь она у меня просто пока ну как бы набросила до набросная чтобы посмотреть насколько как сядет изделие насколько мне все это нужно сколько но насколько туго свободно или шнурок резинка или шнурок но резинку надо будет конечно еще хорошо обвязать чтобы спрятать черный цвет чтобы не выпирал не бросался в глаза хотя и красиво смотрится с черной такой ленточкой тоже будет изящно но уже к юбке не будет подходить так сильно поэтому никакого другого цвета я мешать не буду так мои дорогие поделилась с вами надеюсь вам было интересно посмотреть на моё продвижение по этой модельки обязательно покажу вам итоговые итоговый уже результат и если у вас есть какие-то вопросы пожалуйста спрашивайте да вот поясок я начала вывязывать столбиками полустолбиками сейчас буду думать как дальше вязать или столбики с накидом или так и буду вязать с полустолбиками это я посмотрю по ходу дела и вяжу я крючком теперь номер пять то есть рюшу сама вот этот верх я вязала крючком номер шесть поясок буду вывязывать крючком номер пять друзья желаю вам всего хорошего надеюсь вам было интересно посмотреть на мои продвижения по этой модели как бы быстро у меня не эта идея пришла в голову и хотелось ее осуществить поэтому я эти два дня сижу и вяжу только только именно этот процесс хочу его закончить и уже буду продвигать свои другие процессы спицами вяжу я также плечевое изделие и кардиган крючком это мой дорожный процесс он продвигается у меня очень медленно но зато продвигается желаю вам творческих идей творческого вдохновения здоровья мира и до следующего включения мои дорогие пока пока и в и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok